Семья Балабановых из Сургутского района первые в России участники программы переселения из фенольного жилья. Наш регион первопроходец не только в части реализации этого проекта. Правительство округа и губернатор инициаторы внесения изменений в федеральное законодательство. Еще два года назад начались переговоры с Минстоем о включении фенольного фонда в программу переселения из аварийного жилья. Соответствующие поправки 30 ноября подписал председатель правительства Михаил Мишустин. И вот первые переселенцы уже получили ключи от новых квартир. Подробности у Натальи Соловьевой. Балабановы распределяют свои 77 квадратных метров. Квартиру новостройки семья из Белого Яра получила взамен старого деревянного дома. Где они прожили больше 20 лет. В комнатах на Астаром месте потолок и стены не только износились. Они выделяли опасные для здоровья вещества. Это было так называемое фенольное жилье. Вы не поверите, 10 лет назад, когда у нас здесь строились гаражи, я мужу сказала, надо купить здесь гараж, потому что мы будем здесь жить. Мое пророчество сбалось, и теперь у нас рядом гараж. У нас рядом рядом. И теперь здесь квартира, поэтому как бы, ну, с прицелом на будущее мы вот думали, что здесь будем жить. Тут все близко, и можно добраться в любую точку, без проблем. Ну, и, соответственно, город недалеко. Так что место хорошее, квартира тоже, все замечательно. В Сургутском районе новые квартиры взамен старых, фенольных в этом году получили две семьи. В округе и в России в целом только начинается реализация этой программы. Первые выделенные на это бюджетные средства – 270 миллионов рублей. На них уже приобрели 50 квартир. В январе там отметят новоселье. Мы первый регион, кому выделены средства из федерального бюджета. Мы из окружного бюджета. Почему, что доверили нам? Да, и муниципалитет мы определились именно с Сургутским районом. Но, во-первых, здесь много такого жилого фонда. А во-вторых, своевременно был подготовлен новый жилой фонд, потому что он должен отвечать стандартам определенным, чтобы мы могли израсходовать бюджетные деньги и переселить людей. В Сургутском районе сейчас 92 дома, признанных фенольными. 32 из них в Белом Яру. Фенольные дома у нас есть в ряде поселений. Это пять. Это Федоровский, Белый Яр, Лентор, Солнечный и Локосово. Поэтому, конечно, условия для всех жителей наших поселков одинаковые. Кто вперед заявится, тот и будет участником программы. Реализация программы будет продолжена в 2023-м. Уже к этому моменту только в одном Белом Яру поступило больше 50 пакетов документов от жильцов фенольного фонда. Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургутский район. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!